Привет всем любителям бисероплетения! Вы на канале Хельга и в этом видео я для вас подготовила большого объемного динозавра, а точнее спинозавра из бисера и проволоки в технике параллельного плетения. Также у меня есть из таких больших поделок еще дракон. Кто не видел, приглашаю в гости на мой канал, там еще много чего интересного. Кстати, этот динозавр может стоять на задних лапах и хвосте. При его плетении главное плотно затягивать ряды. Начинать будем с мордочки. По ходу вплетем нижнюю челюсть, лапы и спиной гребень. Сделать его можно любым другим цветом. Ну а я взяла бисер десятого размера, коричневый, черный, две бусины для глаз, красный, яркий для рта и темнее для туловища. Белого также два цвета. Вы можете взять и один. Проволоку диаметром 0,3 миллиметра. Всего уйдет 4 метра. Вначале отрезаем 190 сантиметров проволоки для туловища. Складываем пополам. Набираем одну коричневую, черную, коричневую, черную, две коричневые. Это на один конец проволоки. Другим концом проходим крест-накрест через крайнюю коричневую бисеринку. Затягиваем ровно на середине проволоки. Это получился первый верхний ряд. Для второго ряда на один конец проволоки набираем одну белую бисеринку. Другим концом проходим через эту бисерину и затягиваем. Этот ряд будет нижний. Для третьего верхнего ряда набираем 4 коричневые бисеринки. Другой проволокой проходим через этот бисер. Третий ряд прижимаем к первому. В четвертом нижнем ряду набираем одну белую, коричневую, белую, другой проволокой проходим через них. Четвертый ряд прижимаем ко второму, там где белая бисеринка. В пятом верхнем ряду 5 коричневых. Пятый ряд прижимаем к третьему. Придаем объема. В шестом нижнем ряду 1 белая, 2 коричневые, 1 белая. Прижимаем к нижней стороне, там где белый бисер. Седьмой ряд верхний, 6 коричневых. В восьмом нижнем ряду белая, 2 коричневые, белая. Девятый ряд верхний, 2 коричневые, 1 бусина, 2 коричневые. Важно плотно прижимать ряды и хорошенечко их затягивать. При необходимости придавать объема. В десятом нижнем ряду белая, три коричневые, 3 коричневые, белая. Одиннадцатый верхний ряд, 9 коричневых. Подтягиваем с одной стороны, затем с другой, так будет легче. Двенадцатый нижний ряд, 1 белая, 3 коричневые, 1 белая. До конца этот ряд не затягиваем. Берем новый отрезок проволоки 40 сантиметров для нижней челюсти. Вставляем полностью через двенадцатый ряд, через 5 бисеринок. Концы новой добавленной проволоки выравниваем примерно до одинаковой длины. Затем двенадцатый ряд затягиваем полностью. Проволоку туловища пока что отгибаем в сторону. А на новой проволоке будем плести нижнюю челюсть, она также объемная. Первый ряд нижней челюсти это 5 коричневых бисеринок. Второй ряд 1 белая, 2 ярко-красные, 1 белая. Прижимаем этот ряд к верху челюсти. В третьем ряду 5 коричневых, третий ряд прижимаем к первому. Коричневые ряды к коричневым. В четвертом ряду белая, 2 красные, белая. Красный бисер прижимаем к красному. Сбоку ряды выглядят зигзагом. В пятом нижнем ряду 4 коричневые, шестой верхний ряд 1 белая, 2 красные, 1 белая. Седьмой нижний ряд 3 коричневые. Восьмой верхний ряд белая, красная, белая. Девятый нижний ряд 2 коричневые. Последний десятый ряд нижней челюсти. Набираем 2 белые бисеринки. Концы проволоки перекручиваем между собой. Лишнее обрезаем и кончик аккуратно подгибаем. Вот что должно получиться на этом этапе. Продолжаем плести туловище на основной проволоки. Набираем тринадцатый верхний ряд из 9 коричневых бисеринок. Прижимаем наверх. 14 нижний ряд 4 коричневые. В пятнадцатом верхнем ряду 8 коричневых. 16 нижний ряд 4 коричневые. В семнадцатом верхнем ряду 6 коричневых. Не забываем поправлять будущую поделку. 18 нижний ряд 4 коричневые. В девятнадцатом верхнем ряду 6 коричневых. 20 ряд нижний. 2 коричневые, 2 белые, 2 коричневые. Здесь я уже использую белый бисер тот, что менее яркий. 21 верхний ряд 2 коричневые, 3 красные, 2 коричневые. В двадцать втором нижнем ряду 2 коричневые, 4 белые, 2 коричневые. До конца не затягиваем. Берем новый отрезок проволоки 30 см для передних лап. Вставляем его в 4 средние белые бисеринки 22 ряда. Концы новой добавленной проволоки выравниваем до одинаковой длины. Затем 22 ряд затягиваем до конца. на основной проволоки туловища продолжаем набирать ряды. В двадцать третьем верхнем ряду набираем 2 коричневые, 4 красные, 2 коричневые. Двадцать четвертый нижний ряд 2 коричневые, 6 белых, 2 коричневые. До конца не затягиваем. Берем новый отрезок проволоки 30 см для передних лап. Вставляем его в 4 средние белые бисеринки 24 ряда. Концы выравниваем до одинаковой длины и 24 ряд затягиваем полностью. Для плетения передних лап берем две недавно добавленные проволочки с одной стороны. Остальную проволоку отгибаем в сторону, чтобы не мешало. И будем набирать ряды лапы. Она также объемная. Первый ряд 2 коричневые, сильно не перетягиваем. Второй ряд 2 коричневые, прижимаем его к животу. Третий ряд 2 коричневые, прижимаем к внешней стороне. Четвертый ряд 2 коричневые, к животу. Плетем еще 3 ряда по 2 коричневые бисеринки. Сбоку ряды ложатся зигзагом. Набираем 2 коричневые, 1 черную. Этой же проволокой, что набирали, отступив 1 черную бисеринку, в следующие 2 коричневые, проходим в сторону туловища. И хорошенечко подтягиваем к остальному плетению. Набираем еще 2 коричневые, 1 черную. Этой же проволокой, отступаем черную бисеринку, в следующие 2 коричневые, проходим в сторону туловища. Теперь на другой проволоки набираем 2 коричневые, 1 черную. Этой же проволокой, что набирали, отступив черную бисеринку, проходим в 2 коричневые. И еще раз сюда же набираем 2 коричневые и 1 черную, и повторяем действие. Концы проволоки перекручиваем между собой, лишнее обрезаем и подгибаем кончик. Первая передняя лапа готова, с другой стороны делаем точно такую же. После того, как сплели передние лапы, продолжаем плетение туловища на основной проволоке. 25 верхний ряд, 2 коричневые, 4 красные, 2 коричневые. 26 нижний ряд, 3 коричневые, 6 белых, 3 коричневые. В 27 верхнем ряду, 2 коричневые, 4 красные, 2 коричневые. 28 нижний ряд, это 4 коричневые, 6 белых, 4 коричневые. 29 нижний ряд, 2 коричневые, 4 красные, 2 коричневые. В 30 нижнем ряду, 5 коричневых, 6 белых, 5 коричневых. 31 нижний ряд, 5 коричневых, 6 белых, 5 коричневых. В 33 верхнем ряду, набираем 2 коричневые, 4 красные, 2 коричневые. 34 нижний ряд, 5 коричневых, 6 белых, 5 коричневых. До конца не затягиваем. Берем новый отрезок проволоки 40 см для задних лап. Вставляем его в 6 средних белых бисеринок 34 ряда. Концы выравниваем до одинаковой длины. 34 ряд затягиваем полностью. Новую проволоку отодвигаем в сторону. А на основной проволоке продолжаем плести туловище. Набираем 35 верхний ряд, 2 коричневые, 4 красные, 2 коричневые. В 36 нижнем ряду, 5 коричневых, 6 белых, 5 коричневых. В 37 верхний ряд, 2 коричневые, 4 красные, 2 коричневые. В 38 нижний ряд, 4 коричневые, 6 белых, 4 коричневые. В 39 верхнем ряду, 2 коричневые, 4 красные, 2 коричневые. Подравниваем. На этом моменте сейчас доплетем сверху спинной гребень. Берем новый отрезок проволоки 35 см. Ищем ряд, где крепится передняя лапа. И в верхний ряд, тот что над ним, продеваем проволоку между рядами. Это между вторым и третьим рядом, где есть красный бисер. С под низа вытаскиваем пинцетом проволоку. И ее концы выравниваем до одинаковой длины. Вдавливаем проволоку в серединку ряда между красными бисеринками. И теперь набираем ряды. Они будут плоские. Первый ряд 12 коричневых. Следим, чтобы попало ровно на середину спины. Хорошенечко затягиваем. Второй ряд набираем 11 бисеринок, чередуя красный и коричневый. Начинаем с коричневой. Третий ряд 10 коричневых. В четвертом ряду 8 коричневых. И последний пятый ряд 6 коричневых. Набираем их и перекручиваем концы проволоки между собой. Конец обрезаем. Верх динозавра готов. И на основной проволоке продолжаем плести туловище динозавра. Набираем 40 нижний ряд. В нем 3 коричневые, 6 белых, 3 коричневые. В 41 верхнем ряду 2 коричневые, 4 красные, 2 коричневые. В 42 нижний ряд 2 коричневые, 6 белых, 2 коричневые. До конца не затягиваем. Берем кусок проволоки 40 см для задних лап. Вставляем его в 4 средние белые бисеринки 42 ряда. Концы новой добавленной проволоки выравниваем примерно до одинаковой длины. 42 ряд затягиваем до конца. Подравниваем. Берем 2 недавно добавленные проволоки с одной стороны динозавра для задней лапы. Остальную проволоку отгибаем в сторону. Набираем первый ряд задней лапы из 7 коричневых бисеринок. Сильно не перетягиваем. Второй ряд лапы тоже 7 коричневых. Прижимаем его к животу динозавра. Третий ряд 6 коричневых. Прижимаем к внешней стороне. Четвертый ряд 6 коричневых к животу. Лапе придаем объема. В пятом ряду 5 коричневых к внешней стороне. Шестой ряд 5 коричневых к животу. Далее 5 рядов по 4 коричневые бисеринки. Сбоку ряды ложатся зигзагом. Теперь набираем 3 коричневые, 1 черную. Этой же проволокой, что набирали. Отступив крайнюю черную бисеринку, проходим в остальные 3 коричневые в сторону к туловищу. Сюда же набираем 3 коричневые, 1 черную. Этой же проволокой, отступив крайнюю черную бисеринку, проходим в 3 коричневые в сторону к туловищу. И на другой проволоке плетем два таких элемента. После чего перекручиваем концы проволоки между собой и обрезаем. Одна задняя лапа готова, с другой стороны плетем вторую точно так же. После лап продолжаем плетение туловища на основной проволоке. Сейчас плетем сорок третий верхний ряд из двух коричневых, трех красных, двух коричневых. Сорок четвертый нижний ряд, две коричневые, четыре белые, две коричневые. В сорок пятом верхнем ряду шесть коричневых. Сорок шестой нижний ряд, две коричневые, три белые, две коричневые. В сорок седьмом верхнем ряду набираем шесть коричневых. Сорок восьмой нижний ряд, две коричневые, три белые, две коричневые. Сорок девятый верхняя часть, пять коричневых. В пятидесятый нижний ряд, две коричневые, две белые, две коричневые. В пятидесят первом верхнем ряду, пять коричневых. Пятьдесят второй нижний ряд, две коричневые, две белые, две коричневые. Пятьдесят третий верхний ряд, четыре коричневые. В пятидесят четвертом нижнем ряду, две коричневые, белые, две коричневые. Пятьдесят пятый верхний ряд, четыре коричневые. Пятьдесят шестой нижний ряд, две коричневые, две коричневые. Пятьдесят седьмой верхний ряд, три коричневые. В пятьдесят восьмом нижнем ряду, четыре коричневые. Пятьдесят девятый верхний ряд, три коричневые. Шестидесятый нижний ряд, четыре коричневые. Шестьдесят первый верхний ряд, две коричневые. Шестьдесят второй ряд, три коричневые. Шестьдесят третий ряд, две коричневые. Шестьдесят четвертый ряд, три коричневые. Далее четыре ряда по две коричневые бисеринки. И в конце семь рядов по одной коричневой бисерине. Плетение закончили, концы проволоки перекручиваем между собой, лишнее обрезаем. Хвост поправляем и объемный большой динозавр из бисера параллельным плетением готов! Желаю вам творческих успехов и вдохновения! До новых видео!